привет зрители осмотрим прошивку для планшета xiaomi mi pad 4 прошивка хавок 4.8 вполне хорошая прошивка вот меню здесь все стандартно есть пункт вот configuration центр здесь вот настройки всякие сборка неофициальная но вполне стабильная все хорошо девайс с этим есть интернет . доступа прописалась предыдущих двух стендит и этот чем вторая как она ее башки вылетела только что недавно обзор выкладывал вот у нее там точку доступа надо было прописывать вручную так все стандартно единственно мне не понравилось заметил нет разблокировки по лицу фейс вот этот терял а вот security лица нет хотя лица пихают часто в прошивку но что я заметил в точке доступа есть клиент лист обычно его нету нифига этого клиента листа просто за это можно похвалить шевелится все очень шустренько отлично все ну в общем кому что нравится потому что ставьте эксцендит как же эту вторую шине из башки вылетела да потому что а через 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 с хавок через хавок эксцендит ну кому что нравится по мне на них похоже похоже даже я бы не сказал чем отличаются что у них отличается совершенно похоже кому какая нравится но мне больше нравится эксцендит либо череш но у меня стояла эксцендит вполне тоже стабильная так он чем запись прервал что ли нет нет не прервал так ну и все в общем это прошивки неофициальные но я бы сказал очень стабильные требовал гэсай прошивку я не могу никак поставить на планшет xiaomi но никак у меня не ставится не хватает может быть опыта просто прошиваю раздел системы он грузится фасбуд на фасбуде висит что-то надо с разделами будут там делать а что делать я не знаю инструкции не помогают а такие прошивочки уже под собраны и они видно она же прошивает этот вендор бот разделы не только система прошивает бут и поэтому она нагрузится а чё так какой будут пихать после этой я пытаюсь гэсай подпихнуть но она не загружается я могу опять вот сейчас попробовать где у меня остался этот гэсай блин что-то я не вижу не выкинул еще дала и нэш у меня есть и блин что он выключается так еще какой-то у меня от через а через еще гэсай но тоже вам нифига не встает в общем какие-то проблемы у меня с гэсай требовым и и остальные люди ты пишут тоже не очень все это блин задумка хорошая что-то все так вот и про затухло протухла с этим гэсаем так ну ладно и отвлекся ну было бы хорошо если бы гэсай работал все бы ставилось туда-сюда я к этому а пока что нужно искать конкретную прошивку под устройство так но здесь все отлично чисто чисто этот маркета нету но он поставится легко сюда все как бы хорошо официал он официал я не знаю это он официал так а все работает отлично и обновление даже есть претензии у меня нету так но на этом все это был обзор прошивки кастома android 11 хавок 4.8 вот он перед этим экстенден стоял и через все три прошивки все нормально работает вполне можно ставить единственно что в тех первых двух вручную надо точку доступа прописывать а в это она подхватывается не знаю хорошо это плохо или нет так а вот ядро здесь видите сами какое может быть от ядра еще как-то работа интернет зависит так но на этом все до следующего ролика подписывайтесь ставьте уведомления и становитесь революционерами таком быстро экран так гасит